Огонек существует 64-го года. Изначально, 58-й год, все вы помните, это волна подъема больных полиумиелитом. И организация создавалась как санаторий для лечения детей с последствиями полиумиелит. Таких больных тогда было очень много. Когда переехали непосредственно в это здание, раньше до Огонька здесь была школа-интернат для трудновоспитуемых подростков. Тоже беспризорники, которых отлавливали после военной годы. В этих стенах взрывали мины дети, которые находили после войны. В такие условия выпадает санаторий тогда для детей с больных полиумиелитом. Благополучно справились с полиумиелитом. Началась массовая вакцинация, таких больных стало все меньше, меньше, меньше. Хотя могу сказать, что они встречаются, и вы прекрасно все их практику знаете. И по сей день у нас такие дети бывают. И не только с республик Средней Азии, но и наши, бывают питерские. Это вакцины ассоциированные полиумиелитом и так далее. Не стало нужды для больных этого профиля. И логично, когда власти решили пролиферировать наше учреждение в ортопедо-травматологическое. Технологии лечебные близки, поэтому Огонек существует. Вот этот год получается для нас юбилейный, 55 лет. Само учреждение, вот вы зашли сюда, клинический корпус расположен буквой П. В перемычке, где мы сейчас находимся, на первом этаже находится столовая. В этом крыле на первом этаже находится лечебный отсек, куда мы сейчас зайдем. И в крыльях находится отделение. Всего отделений клинических 5 в Огоньке. У нас находятся дети с 3 до 18 лет. Все дети разделены на отделения по возрастам. То есть есть самое маленькое дошкольное отделение и так до подростковое. Кстати, подростковое отделение в нашем учреждении на сегодняшний день в Российской Федерации единственное ортопедическое подростковое отделение. Было в свое время в институте имени Вредена, но оно было расформировано. То есть сейчас, вот как вот... До 18 лет. До 18 лет. Ну, 17 лет включительно дети у нас лежат. Значит, на каждом отделении находятся дети с абсолютно разной патологией. То есть это вот полная солянка. Это весь ортопедический профиль, последствия травм. Ортопеды неврологические больные встречаются. Ребенок поступает к нам по направлению. Мы находимся на бюджете Санкт-Петербурга. Мы не работаем по ОМС. Поэтому нам проще держать ребенка не 3 недели, а 5, 6, 8, 10. Столько, сколько нужно. Пока мы уверены, что мы можем что-то вложить в конкретного пациента, он находится в наших стенах. Ребенок поступает. А. По направлению районных ортопедов, наших поликлинических. Б. Из стационаров. По отдельной очереди, они идут практически без очереди. Травма идет без очереди. И. С. По хозрасчету. По хозрасчету лечатся у нас абсолютно все иногородние и даже областные дети. И. Те дети из Санкт-Петербурга, которые не хотят ждать какой-то очереди, которая существует в каждом районе, а хотят поступить в мае. Родители готовы заплатить. Курс лечения на сегодняшний день такой усредненный для ребенка с усредненной патологией. От 60 до 100 тысяч рублей. И. Считается каждая процедура, каждая лечебная, диагностическая процедура, осмотр врачей, таблетированные формы. Абсолютно все в аппаратии подсчитывали. Значит, давайте сейчас тогда мы начнем с осмотра лечебного отделения и будем заходить в те кабинеты, которые будут первые встречаться на пути. По ходу я буду стараться. Некоторые кабинеты маленькие, поэтому мы можем как-то вот кто-то зашел, посмотрел, ну как-то вот уютно разместился.